В общем, у нас произошла неприятность. Вот у нас здесь на кухне от соседей кто-то сверху, получается, затопил. Сейчас заметил лужу на полу. И вот, пожалуйста, уже пожелтел потолок полностью. Вот там с той стороны вся мокрая. Это вентиляционная шахта. И получается, вот даже капли сейчас вот видно. Все вообще нормально. Офигеть! Главное, никто даже не пришел к нам. Ну, конечно, они, наверное, думали, что может обойдется. Сквозь дыры, наверное, просочилась или как. Вот сейчас, может, ушел, будет узнавать. Вообще-то, конечно, на этой квартире у нас первый раз такое. Доброе утро, девочки. Сегодня начинаю свой новый влог с того, что вчера у нас... Я вам включала небольшую сейчас видеозапись. Нас затопили соседи сверху. Вот там вот желтый потолок прямо у нас в вентиляционной шахте. К сожалению, сегодня пришел... Вот вчера перекрыли воду, потому что никого не было. Ни до кого не достучаться. Там, оказывается, съемная квартира, и хозяина вообще в этом городе нет. Эта квартира сейчас сдается организацией. И, в общем, в итоге пришел сейчас недавно к нам вот этот вот, так сказать, родственник этого хозяина. И он сказал о том, что в итоге сантехники там зафиксировали, что протечка вообще не от них, это сама шахта по себе течет. Вот, хотя мы на 100% уверены, что протечка была от них. Так вообще вот этот стояк с водой, да, вчера сантехники прикрыли, которые приехали по службе вызова. У нас сразу буквально через минут 20 вообще перестало капать, через минут 15 где-то так. То есть сразу затихло все, и все высохло вот этим желтым пятном на потолке. То есть мы утверждаем, да, там говорят о том, что теперь будет разбираться ЖКХ по факту. Ну, в общем, очень неприятная ситуация, потому что вот это вот пятно, он говорит, ну что там такого? Блин, ну для вас ничего, но нам, блин, с таким желтым пятном, я думаю, потолок идеально белый. Мы за это деньги отдавали, да, приличные, чтобы нам белили, чтобы нам, да, привели хороший ремонт. То есть это все свежее, и вот так вот испортить, допустим, я думаю, никто бы не хотел, чтобы у него так было. И такое ощущение, что там реально, ну не знаю, как обусано, извиняюсь за выражение, вот такой эффект теперь. Поэтому мне тоже неприятно, тем более это кухня, и знаете, тут смотреть на это. Вот, сейчас вот помыла тоже волосики, и знаете, задумалась о такой теме, что сейчас в связи вот с этой вот коронавирусной темой всей, да, и вот этими самоизоляциями, у нас даже не работают профессиональные магазины вот с этими шампунями. И я так понимаю, что мне насколько еще хватит моего нового шампуня от Олин, который я вам показывала в покупочках недавно в видео. Я не знаю, насколько его еще мне хватит, но потом как-то я не готова на обычный шампунь переходить. Посмотрим, как что. Надеюсь, может быть, через интернет-магазин закажу. Слава Богу, что оставили интернет-доставку. Вот это да. Но опять же, с интернет-доставкой так, 50 на 50, потому что непонятно еще, какой тебе, кто тебе принесет, из какого города, как они едут, да, вот эти вот курьеры, где эта посылка лежала. Ну, тоже страшновато. Вот, сейчас я, кстати, только замечаю, как лиловый, лавандовый вот этот цвет, такой вот, да, нежный, как он освежает и подходит брюнетка. Очень красиво смотрится на камере. Ладно, девочки, в общем, сейчас я сделаю нам с Тёмой омлетик, такую яичницу, и позавтракаем, и потом уже с вами дальше включусь. Почаще буду такие ролики сейчас снимать. Напишите, нужны вам они или нет. Будем с вами вместе карантинить. И периодически захожу в Фикс Прайс, ну, покупаю там всякую мелочевку. Вот тут на неделе как-то тоже были, но решила вот вам показать небольшие покупки, которые там произвели. Но вот до этого, в принципе, не считаю, нужно показывать там всякие ватные палочки, ватные диски для кухни, для уборки, какие-то средства для ополаскивателя, для пелья. Поэтому давайте покажу вам, ну, что-то такое из более такого не уже заезженного. Значит, детям купили вот такой вот юный баскетболист. У меня Артём больше захотел такой для его возраста. В принципе, для 6 лет довольно неплохо подходит. Игрушка. Сейчас я вам покажу, как она выглядит, в принципе, в разобранном виде. Он её уже успел сломать, но он с ней довольно долго играл, наверное, неделю точно. Здесь идёт такой в комплекте мячик небольшой, маленький и вот такая вот отстанка. Вот эта игрушка, как видите, она невысокая, довольно такая, знаете, максимум не до коленки. Сюда вот в эту вот колбу набирается вода, всё это закручивается плотно, но у нас она уже сломалась. То есть получается, что вроде бы то ли дети её стукнули, и что-то она стала просачивать воду, если не ошибаюсь. Вот само это кольцо вот так вот, и сюда, получается, ты стоишь сдалека и кидаешь вот тот вот оранжевый мяч. Мяч уже сдулся, куда-то он, не знаю, закинут и выкинут. Не знаю, не могу его найти. Но со фактом, что мячиком даже отдельно они довольно долго играли, ребята, поэтому вот такая интересная, знаете, для небольшого возраста ребятёнка нормальная игрушка. В фикс прайсе взяла вот набор губок, это нужны были именно зелёные для садика, там для поделок, но потом всё резко изменилось, уже ничего не надо, поэтому оставлю их, в принципе, буду этой упаковкой пользоваться. В ванную, в туалет, вот в такие места пойдут нормально, там всякое бытовое очищать. Также девочки взяла в фикс прайсе вот такие вот, как правильно они называются, формы для выпечки. Круглые, у них ещё бывают квадратные, ну вот решила взять, сколько здесь, что-то 10, наверное. Иногда можно их, у меня мама брала, говорит, в принципе, как многоразовые использовать, буду там что-то запекать-выпекать, и давно искала такие вот, даже как одноразовые, неплохо. Вот, наверное, сегодня какие-то блюда сделаю. Далее следующее, что у нас здесь, вот такие вот перчатки новые у них появились в продаже, очень акционные сейчас, смотрю их, как они все берут, тоже с манжета. Они тут по стоимости 77 рублей, тоже разный размер у них есть, вот видите, здесь, да, почти 10 сантиметров, но они довольно широкие такие, вот, и тоже попробую, они как-то такие, как селеконовые, тоже интересно посмотреть. Далее следующее, что тут ещё, тахилы, конечно же, потому что, сами знаете, много тахилы нужны, я не знаю, куда не идёшь, почти везде, хоть школа, хоть детский сад, тут ещё что-то. Далее, что у меня тут, ой, ещё у меня, оказывается, тут есть целая упаковка, осталось ватных дисков, на самом деле я брала их 5 для работы, но вот одна ещё у меня тут целая. Далее следующее, девочки, смотрите, что я взяла, я сейчас же пересаживаю цветы, живые свои, и вот решила взять вот в таком цвете, красивый, насыщенный такой зелёно-синий оттенок, как у меня в детской комнате, как раз там эти горшочки будут. Один побольше, второй поменьше, под кактусы, вот как раз один кактус более большой, второй поменьше, и вот они так как бы будут смотреться, довольно здорово. Здорово. И ещё взяла музею, вот такой размер 50, классическая такая майка, чисто белого цвета. Столько классный хлопок, это производство в нашей России. Кстати, тут заходила, вот, майчик больше уже этих нету. В продаже, ну, они очень-очень плотные такие, да, качество прям плотное-плотное-плотное. Взяла я, вот, представила, любят майки носить под одежду. Кстати, вот этот вот горшочек стоит 99 рублей, а вот этот 77. Ещё в фиксии я взяла вот такой кондиционер для белья, изумрудный цветок флекси. Для этого флекси я вам показывала, у меня был тоже там цветочный какой-то розово-белый такой оттенок упаковки. Я не помню там, как могнули, не могнули, а в общем, очень-очень-очень классное, мягкое белье, мягкие полотенца после этого кондиционера. Но мне очень-очень понравилось. Вот всё, что, в принципе, здесь заявлено, вот, что придает вещам мягкость, хорошая глажка, вот, ощущение такая простая, облегчает её, да, неэстетическое величество. На самом деле, вот эти вот кондиционеры реально работают. Хорошая цена, хороший объём, надолго хватает. Вот тут, видите, у меня немножко осталось. По аромату, мне тут больше предыдущий понравился. Если повторять из них, то, наверное, я бы тут снова взяла. Этот тоже довольно приятный, но он такой более, как по, более такой аромат потяжелее, что я бы сказала, на любителя. Я своего нового прайс-листа, в принципе, вот эти все рамки у меня с фикс прайса, и они отлично, вот, висят на застёжках, на этих липучках, вот, видите, всё нормально. Мне нравится, хорошая рамочка такая, классная, под формат А4, идеально подходит. Поэтому взяла в таком оттенке, они у меня что-то, как-то получилось, что все разного цвета. Но я, в принципе, не парюсь, пусть будет так. Хорошая рамка, в принципе, стёкла не ободраны, такие нормальные у них рамки под документ. Сделала вот в эти такие горшочки, это тоже был заранее куплен ещё до этого из фикс прайса. Этот вот тот, который я вам сейчас показала. Вот так вот кактусы здесь у меня смотрятся. Ну, в принципе, они неплохо. Единственное, я думаю, что всё же это не очень практично, вот такие вот горшки, как по мне. Потому что там снизу всего одна дырочка, и, наверное, скорее всего, что корни могут гнить. Ну, вот, что-то такое может быть, да, чтобы, подумая я, может быть, даже потом придётся побольше, дольше времени пройдёт пересаживать. Вот, посмотрим, как себя будет вести вот в этих горшках растения. Ещё второй, который горшочек побольше, здесь у меня уместилось... Господи, всё время забываю название этого растений. Ну, не знаю, что-то вот у меня стал тоже заболевать. Я его уже пересаживала вот таким вот, какое-то оно суховатое. Напишите, девочки, у кого она есть, что с ним можно сделать и как его оживить. У меня есть, конечно, такая специальная подсыпка, то есть разводится водой и поливается. Это как реанимирует, да, вот, может попробовать есть сегодня. И такая, грубо говоря, скорая помощь, быстрая. Посмотрим, как будет. Девочки, сейчас съездили в пункт выдачи Икея. Там я заказываю иногда, если мы сами не едем, то через посредника. Взяла всё же на комод Хемнес, свой любимейший, да, его обожаю. Он не стоит здесь, в таком месте, где, ну да, мы иногда что-то кладём вот в такое, да, ещё до конца всё это не оформлено. И всё же я поняла, что нельзя тянуть, ей надо побыстрее заказать, чтобы не испортить эту столешницу, к нему стекло. Мы взяли это стекло. В общем, конечно, не так бюджетно оно вышло, но там вроде оно скрепление всё идёт. Сейчас мы установим, и я вам покажу, как это будет смотреться. Там крепление же вот ещё, да, к нему? Вот здесь. Блин, Вова. Вова. Вова, ну хватит, ну. Блин, ты чё вообще-то? Чё-то он короткий какой-то. Почему? Сэкономили, что ли, на стекле? Девочки, установили мы столешницу. Круто смотрится, поставили сразу такой антизащитный угол, чтобы не ободраться, не дай бог, не стукнуться. Ну, бывает, да, может пойти боком и здесь задеться. На самом как раз краю прохода в комнату. Вот, круто так смотрится. Сразу я спокойно за комод. Я знаю, что всё будет окей, что сверху даже если что-то капнуло, не знаю, не дай бог, даже от той же свечки, от той же, не знаю, какой-то грязи там, ключи, ещё что-то, всё это не будет поцарапано, и никаких вот не впитается лишностей. Круто. Вот сейчас зажгла свечки, кстати, Икея. В этот раз взяла я вот эти вот с малинкой. Вот с малинкой земляненькой. Пахнут, девчонки, обалденно. Просто вот такие маленькие, с мороженкой у меня целая упаковка уже закончилась. Я решила положить другие. И вот ещё одна у меня лежит целая, ждёт своего часа. Но это уже на потом. Решила сменить вкус и попробовать что-то новенькое. Посмотрите, как подсвечник весь запачкался. Это, конечно, не очень красиво выглядит. Не знаю, посмотрим, обмываться будет он потом или нет. Попробую его потом намыть. Дальше можно теперь декорировать нашу вот эту столешницу. Хочу фотографии сюда поставить в рамках. И что-то на столешнице такое придумать. Тоже может быть какую-то фотографию семейную повесить. Также, смотрите, девочки, поставили пока сюда в угол, но при входе больше. Это не кутосет, конечно. Это от работы у меня остался пустой флакон. Но сюда налили 100% спирт, потому что сейчас карантин. И мы стараемся обрабатывать сразу при входе, чтобы на прихожей приходим и руки себе обрабатываем, и ручки снаружи, снутри, на дверях. Поэтому вот как-то так. Сейчас, девочки, готовлю суп куриный. Пока варится у меня мяско, курочка, я хочу немножко с вами поговорить о карантине. Я понимаю, что это очень такая заезженная уже тема. Очень многие в напряжении, в психологическом напряжении. Мы вот тоже сейчас сидим, не выходим никуда. Я считаю, что нужно общими такими мерами принимать твердое решение и стараться изолироваться по максимуму, не бродить по магазинам. Мы закупились продуктами как могли, по максимуму. То есть я в основном по большей части купила мясные продукты, потому что когда у меня в морозилке есть мясо, я всегда, хоть курица, хоть свинина, говядина, я могу уже что-то придумать, всегда накормить семью и сообразить. В этом плане не переживать о том, что у меня, например, закончились макароны, еще что-то. Поэтому для меня мясо это было основное. Мы тут на днях еще, наверное, в воскресенье съездили, все купили. Сегодня уже как третий день. Мы вообще не выходим на улицу. Конечно, может быть, кто-то покрутит виска и скажет, ну, блин, не знаю, может быть, там во двор хоть куда. Но у нас по региону, по крайней мере, по нашему району сказано, да, и губернаторам было еще 30 марта предупреждение о том, что даже на детских площадках опасно. Я боюсь, потому что у меня в зоне риска не только мои родители, да, а также мой муж. К сожалению, у него вообще попадает под категорию очень опасной, так скажем, категории граждан, которым вообще даже нужно сточно изолироваться и даже не выходить на улицу. Сейчас он вот ушел буквально ненадолго до машины, пошел, ему что-то нужно там взять, и то вот со скандалом его не хотело отпускать, потому что я очень сильно переживаю и боюсь за него. Я продумываю всякие выходы, мысли, как быть, потому что очень сложная ситуация, когда ему нельзя и вроде бы выходить из дома, да, и он работает в организации, там, где куча людей, эти люди тоже куда-то ездили, передвигались, тот же Волхов, тот же Тихвин, по работе, по знакомым, по родственникам, и там обнаружены у нас уже в Волхове и в Тихвине по три человека заражены официально, это уже все подтверждено, и есть еще по 100 человек, которые находятся под наблюдением. Поэтому, конечно, я боюсь и очень сильно переживаю по этому поводу. Я стараюсь, конечно, себя не накручивать до конца, я считаю, что должно все обойтись. Иногда чувствую, что подходят у меня вот эти вот панические атаки, вы знаете, кто смотрит мой канал давно, я уже когда-то это пережила, я не хочу, чтобы это повторилось. Вчера, вот, например, я целый день занималась разборкой шкафов, детских вещей, я стараюсь себя отвлекать по максимуму. Напишите, как вы это делаете, как вы переживаете этот момент. Единственное, что тяжело, вот, нормально, без гуляния, без чистого воздуха, что нельзя вот выйти и подышать. Сейчас меня немножко один тоже момент напрягает, вот все у нас люди в городе спорят о том, что подъезды вообще не обрабатываются. Подняли этот вопрос. Я тоже считаю, что нужно как-то, я уже готова сама пойти, выйти и, не знаю, налить эту белизну или что там, клорку купить. Опять же, кстати, пошла тут в пятерочку, вот, когда еще на выходных, за Доместасом. Мне закончился, вот, как специально, прямо сейчас он закончился. Потому что я каждый день мою туалет, ванную, все вот это вот, да, там полы мою, специальным средством, у меня есть Фаберлик. И представляете, такая ситуация, Доместас два раза подорожал. В некоторых местах его вообще нету. Я его нашла только у Луки Радуги, но я купила ему замену другой, с хлоросодержащим. Но я вот, я думаю, тоже будет неплохо обработать. Вот это средство, давайте я вам покажу. Санфлор, Санфлор, слушайте, тоже очень похожа даже упаковка сама, да, на Доместас. Тоже хлоросодержащая. Вот видите, да, здесь подходит оно для всех поверхностей, универсальная, 10 в 1, раковина, ванна, унитазы, водостоки, напольные даже покрытия. В принципе, можно, так сказать, спокойно мыть им даже и линолеум, такие поверхности. Поэтому особенно очень хорошо, вот такими подобными штуками, еще мне нравится у входа вот сейчас, очень актуально. Пришли с улицы, я сразу, да, не успев до конца раздеться, поработала себе руки, надела перчатки и быстро вот это все в ведре воды развожу. И все это мою при входе, чтобы по максимуму убить всю эту грязь. Также у меня сейчас вот здесь в уборке идет вот такой от Фаберлик для чистки ковров и обивок. Тоже иногда вот прочищаю, чтобы так для профилактики и пятна убирает. Вот почти все закончилось. Сейчас буду делать заказ на сайте, как раз, и закажу еще повторно с огромным бульсом вот такое же средство для полов и стен специальное. Девочки не оставляют разводов, так приятно, нейтрально пахнет, свежо. Я когда мою с ним пол, развожу также в воде в ведре, да, и вот с мокрой тряпкой прохожусь по квартире, отлично убирает налеты. Вот если где-то что-то капнуто было, хоть на линолеуме, хоть на ламинате, на кварц сменили, отлично очищает всякие пятнышки, либо вот, например, что-то липкое такое отлично убирает. Очень понравилось. Вот уже на вторая бутылка почти закончилась. Для стекол у меня здесь тоже вот такая идет средство от Фаберлик. Вот тоже у них, то есть половинка еще, но она очень экономичная. Вот это такой основной набор, это кроме кухни, да, это только вот для уборки дома, вот таких вот поверхностей. Универсальное средство для кухни тоже у меня от Фаберлик. Сейчас мыла кухню, занималась чисткой, классно моет кафель, то есть саму плитку кабанчик, да, на кухне классно помыла. Также все поверхности, столешницы, фасады кухонные, отлично отмыла. Вообще супер все блестит теперь, и все классно. Вот, хотела вам просто показать, и возьмите на заметку Санфлора, я говорю по акции, там нормально за 69 рублей, что вы взяла, а доместо 198. Я хочу заснять на память, как ты истеришь. Ты всегда истеришь такой, что суп еще. А где тут лук? Там у нас тут лук. Я зучок от всех болезней, я, ребята, всех болезней. Пусть огурьки, не бега. Нужно есть мне всегда. Илюш, давай. Очень вкусно, это новый рецепт. Папа так же сделал, когда пучил за ее. Ну ладно, кушай, давай, сейчас тебе хлебушек дам, да? Горячий!